МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите главные новости. В студии я, Ростислав Билок. И в сегодняшнем выпуске вы увидите... Тяжести улик сознался в содеянном, указал местонахождение орудия преступления. Подозреваемый найден. Будет ли поставлена точка в двух громких делах? Перемены грядут. Оправдались ли ожидания должанцев от встречи с Андреем Кручковым? Обратите внимание, что серийные номера находятся с оборотной стороны банкнота. Севастополь и Космодром Восточный. Как отличить новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей от подделок? Генеральный партнер главных новостей – компания ПАО «Орелстрой». Ваш новый образ жизни. Сразу в двух уголовных делах может быть поставлена точка. Правоохранителями задержан подозреваемый в двух резонансных преступлениях прошлых лет, произошедших в регионе. Это убийство сына, экс-мэра Орла Андрея Уварова и председателя совета директоров ОАО «Орелстрой» Владимира Соболева. Подробности в материале Олега Рудакова. Андрей Уваров, в ту пору первый заместитель начальника Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, был застрелен 3 мая 2013 года возле подъезда дома, в котором находилась его квартира. Почти через полтора года, в сентябре 2014-го, в салоне своего автомобиля был застрелен Владимир Соболев, бывший руководитель ОАО «Орелстрой». Произошло это возле частного дома в центре города, где проживал убитый. На тот момент объединяло эти убийства одно – пистолет, из которого стреляли. Спустя пять лет об этих убийствах вновь заговорили. «Причастность Орловца к двум громким убийствам, произошедшим в 2013 и 2014 годах, установили сотрудники Управления уголовного розыска регионального ОМВД. Орловца задержали за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 Уголовного кодекса России. Следственным управлением ОМВД России по Орловской области возбуждено уголовное дело, по которому гражданин 1968 года рождения был задержан в порядке статьи 91 УПК России». Задержали его после поступившего в полицию заявления о вымогательстве. Неизвестный требовал от Орловского бизнесмена некоторую сумму денег, якобы за прошлые проблемы в бизнесе и угрожал расправой. По неподтвержденной пока правоохранителями информации, задержанный сам бизнесмен, в то время владелец кафе «Сказка». А тот, у кого он вымогал деньги – брат убитого Андрея Уварова Борис. «49-летний житель города Орла, который под тяжестью улик сознался в содеянном, указал местонахождение орудия преступления, изложил обстоятельства совершенных преступных деяний, в том числе и мотив совершенных преступлений – это неприязненные отношения с потерпевшими». Также следователи устанавливают причастность задержанного к еще одному убийству. В 2014 году был застрелен сын известного Орловского бизнесмена Станислава Васина. Стреляли из того же пистолета ТТ. Следственные действия сейчас продолжаются. Олег Рудаков, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной». Одним региональным долгостроем станет меньше. Второй корпус Должанской школы, который начали возводить еще в 90-е, будет наконец-то доведен до красной ленты. Напомним, в четверг глава региона Андрей Калычков оценил ход работы, затем на общепоселковом собрании рассказал жителям о решении ряда других задач. Наталья Пехтерева подведет итоги рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора в Должанский район. Должанская школа ожидает большие перемены. Новый корпус. Родители некоторых старшеклассников заканчивали эту школу, когда началось возведение пристройки. Сейчас количество учеников почти вдвое превышает норму. У нас такая проблема, как обучение в две смены. Детей очень много, а корпус-то у нас не совсем большой для такого количества человек. И я думаю, если построят все-таки школу, что мы ожидаем, то переведут, надеемся, в одну смену. Строительная площадка ожила. Сделано немало. Первая очередь строительство будет завершена уже этой весной, обещают подрядчики. Отделочные работы по зданию, внутри здания, предполагается завершить в течение февраля, а внешнюю отделку и благоустройство в течение марта. Необходимые средства региону выделил Газпром. Предмет договоренности руководства области с Алексеем Миллером. Более 185 миллионов. Безвозмездно. Благотворительная помощь. Андрей Клычков приинспектировал ход работ, а потом обсудил вопросы строительства с главой компании Газпром «Трансгаз Москва» Александром Бабаковым и представителями региональной власти. В настоящее время подрядные организации продолжаются работы по реконструкции и расширению до 784 учащихся средней школы в поселке Долгое Должанского района. Выделенные деньги поступили, однако до сегодняшнего дня не в полном объеме решены эти задачи по строительству объекта, которые должны были уже быть выполнены. В частности, в пищеблоке не завершены работы по монтажу инженерных коммуникаций, не установлены пожарные резервуары, не выполнены работы по наружной и внутренней отделке. С жителями разговор о наболевшем. Темы разные. Вопросы острые, факты, конкретные ответы. Сегодняшняя встреча, моя личная встреча, это в первую очередь попытка предложить те пути решения, которые мы уже сегодня довели до глав районов, где мы взаимодействуем, максимально для себя зафиксировать те направления, которые нужно в первую очередь решать, и тогда уже говорить о решенных задачах. У нас заснеженные дороги. В дорожной службе, не знаю, техника есть, но она такая, наверное, слабенькая. Пока доедет 25 километров до нашей Дубровки, и уже чистить нечем. По закупкам на 19-й год, не на 18-й, за счет средств Дорожного фонда запланировали приобретение дорожной техники, в первую очередь для дорожной службы, ГУПа областного. Съездили в Санкт-Петербург, встретились с губернатором, договорились о том, что нам в Санкт-Петербург поможет техник. И ГРДРА, и КДМ, и малые погрузчики, которые могут убирать снег. У нас более 150 пенсионеров, но у нас закрыт медпункт. И нам некуда обратиться. Требует ремонт. И плюс там закрыт он, потому что там оборудования тоже нет. Мы по этому году участвуем в получении передвижных фельдшерских пунктов. Давайте тогда пока закрепим передвижной на время получения всей документации, и потом уже будем смотреть в реальности на следующий год, потому что сейчас нет того резерва, который бы можно было направить дополнительно. А передвижной давайте закреплять. Результатом большой работы в каждом районе должна стать концепция развития на ближайшую перспективу. Жителям предстоит выбрать, в каком направлении дальше двигаться своему району или поселку, какие сферы надо усиливать. Как не раз подчеркивал Андрей Клычков, все решения власти должны приниматься с учетом мнения населения. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. Подробнее о визите временно исполняющего обязанности губернатора Орловской области Андрея Клычкова в Должанский район мы расскажем в очередном выпуске программы Первое правительство. Также среди тем обсуждений региональные планы празднования 200-летия со дня рождения Тургенева. Программа Первое правительство выйдет в эфир в субботу, 3 февраля в 19.30. Будущее туманно, вопросов больше, чем ответов. В Орле продолжают обсуждать ситуацию на ПАТП-1. Работников транспортного предприятия сократили. Напомним, с 8 ноября на ПАТП-1 введена процедура конкурсного производства. Кредиторская задолженность превышает 60 миллионов рублей. Ежемесячный убыток около 1 миллиона рублей. Конкурсный управляющий принял решение о прекращении деятельности предприятия с 15 января 2018 года. Ситуацию прокомментировал заместитель главы администрации Орла Олег Минкин. На предприятии 89 человек, 30 из которых являются сотрудниками пенсионного возраста. Сегодня мы достаточно активно введем взаимодействие со службой занятости Орловской области для того, чтобы каким-то образом минимизировать последствия. На сегодняшний день 10 человек из штата уже трудоустроены у других перевозчиков. У нас есть понимание о том, что порядка 30% в ближайшее время также будут трудоустроены. Что касается заработной платы, да, мы знали, что ситуация такая возникает. У конкурсного управляющего есть очередность осуществления выплат. И, насколько я знаю, заработная плата идет во второй очереди после выплаты НДФЛ по обязательным налоговым сборам. Причин, которые привели к краху предприятия, множество. Кадровая чехарда, смена директоров, неэффективный менеджмент, и это лишь верхушка айсберга. В последнее время предприятие осуществило перевозки в процентном соотношении 4% от всего объема перевозок. Поэтому сейчас найти, так сказать, замену этим маршрутам по большому счету не составляет труда. То есть эти маршруты подхватят сегодня работающие перевозчики без проблем. Ответил Олег Минкин и еще на один вопрос, что будет с техникой, которая придет в помощь Орлу из Москвы. Поставки этой техники на сегодняшний день достаточно отдалены, то есть решение там будет принято не быстро, я думаю, что раньше, чем лето это не произойдет. Во всяком случае, мы планируем использовать либо площадку трамвайно-троллейбусного предприятия для поставки техники, ну и соответственно мы будем предпринимать шаги по возрождению предприятия автотранспортного для дальнейшей деятельности. В день выборов президента России жители области смогут принять участие в голосовании за приоритетные проекты развития населенных пунктов. В пятницу временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков обратился к орловчанам. Буквально с первых дней оказавшись в Орловской области я для себя принял решение, что любые решения по развитию области мы должны принимать вместе с жителями. И важным направлением является вопрос развития и формирования комфортной окружающей среды как для жителей городов, так и для жителей сельской местности. Я большое значение придаю тому проекту, который сейчас идет по всей области по обсуждению вместе с жителями тех вопросов, какие дороги должны строиться, где они должны быть, какие первоочередные задачи должны выноситься на утверждение и реализацию. И надеюсь, что жители активно в них будут участвовать. Сейчас идут общественные обсуждения в коллективах среди общественных организаций. И мы с вами воспользуемся тем, что 18 марта выборы президента Российской Федерации, не создавая дополнительных условий и затрат, можем провести процедуру, при которой жители, обсудив свои предложения направив их в район администрации, потом утвердив их на уровне областной администрации, а самое главное, проведя общественные обсуждения у себя на территории, в районах и приняв участие в голосовании, создадут тот план, по которому мы будем работать, за который будут отвечать и губернатор, и глава района по тем вопросам, которые жители предложат в рамках существующего финансирования для реализации в районе. Поэтому я думаю, что сейчас вот тот ход общественного обсуждения, дискуссии, который есть, имеет большое значение для выработки дальнейшей стратегии развития каждого конкретного муниципального образования, района, города, и прошу, чтобы эти обсуждения прошли действительно с учетом предложений жителей. И когда мы проведем голосование, тогда будет просто говорить, что жители предложили нам концепцию, которую мы обязаны реализовать. И приглашаю всех 18 марта, помимо участия в выборах президента, прийти и утвердить ту программу, по которой жители считают нужно развиваться области. За круглый стол в пятницу сели чиновники и бизнесмены, представители фонда поддержки предпринимательства в Орловской области. На повестке дня были несколько вопросов, но одним из главных стало дальнейшее развитие региональных навигационных систем. Напомним, летом 2015 года в Орловской области было подписано соглашение о начале работы кластера ГЛОНАСС. Самое первое любимое дитё, хотя и все остальные кластеры также для нас одинаково важны и значимы. И вы знаете, что в текущий момент ЭКОЖА-4 и на все на них Министерство экономического развития на 2018 год выделило финансирование. Сумма достаточно приличная, больше 8 миллионов рублей. В Орле на базе регионального фонда социальной поддержки населения прошёл круглый стол, на котором подвели первые итоги по организации палеотивной помощи. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Клычков, в Орловской области необходимо создать все условия для оказания помощи тяжело больным пациентам. Бюджет должен делать первый шаг и оказывать содействие, но и социальная составляющая должна иметь место. Поэтому все возможные механизмы для взаимодействия с благотворительными организациями параллельно с тем, что мы должны и на государственном уровне общественном разъяснять людям о создании дополнительных условий по нормальной жизни, по питанию. Это те элементы, которые в итоге дадут результат. Дам поручение Комитету по здравоохранению и социальной политике, чтобы они обязательно связались с профильным комитетом Государственного дома. Давайте мы с вами пообсуждаем именно концепцию этого законодательства, обязательная финансированность со стороны государства, то есть государственная поддержка. И давайте вместе, конечно, заниматься этой нужной и важной работой. Так, уже в феврале на профильном комитете региональные парламентарии обсудят ряд предложений по реализации проекта развития палеотивной помощи в регионе. Орловских кассиров научили не бояться новых денег. Обучающий семинар по новым купюрам номиналом 200 и 2000 рублей провели сотрудники Орловского отделения Банка России. Кассовым работникам рассказали о защитных признаках новых банкнот, а также о том, как отличить подлинные денежные купюры от подделок. Напомнили и о мерах наказания за отказ принять новые деньги. Подобный случай в российских городах сейчас не редкость. Ксения Туркова подробнее. Новые банкноты номиналами 200 и 2000 рублей отличаются от остальных денег и все еще приводят в изумление продавцов и покупателей. Купюры были выпущены в конце прошлого года и существенно отличаются от предыдущих. Обратите внимание, что серийные номера находятся четыре с оборотной стороны банкнота. Один номер находится в вертикальном изображении, другой в горизонтальном. И прибавлено еще дополнительно две цифры. Многие их еще не видели и не знают, как их проверять. Отсюда и случай отказа в приеме новых денег. Чтобы избежать этого, в российских регионах решено провести мастер-классы для кассиров. 200 рублей первый раз они имеют полимерную пропитку. Нам обещают совершенно немыслимый срок службы у этих денег. И обещают даже то, что если она упадет в какое-то загрязнение, в чернилое или еще во что-то, ее можно будет сполоснуть под краном. До этих купюр в обороте появилась 100-рублевка, посвященная присоединению Крыма. Она также необычна на вид и похожа на памятную. На банкноте номиналом в 200 рублей изображены символы Севастополя, а на купюре в 2000 рублей космодром Восточный и мост на остров Русский. Обратите, пожалуйста, внимание вот на это кольцо. Если ее посмотреть и поточать, ну как бы между собой, вы увидите, что вот этот круг, он перемещается. Имеется на банкноте и специальный код. Проверить купюру на подлинность он позволит в режиме онлайн. Если просто скачать себе программку сканер и сосканировать QR-код, который находится на банкнотах вот в этом месте и переворачиваем вот в этом месте QR-код, то вы автоматически попадаете на страницу центрального банка с описанием признаки подлинности этих банкнот. Если у вас не приняли купюру, попытайтесь объяснить кассиру, что закон обязывает принимать любые банкноты, выпущенные центральным банком. Если и это не помогло, то вы вправе подать жалобу в Роспотребнадзор. В случае отказа в приеме данных банкнот для оплаты, это будет расцениваться как противоправное деяние. Противоправное деяние в отношении как должностных лиц, которые откажут в приеме, так и возможны ответственности и юридического лица. За отказ брать новые купюры юрлицу грозит штраф до 50 тысяч рублей. В Орловской области подобных фактов пока не было. Ксения Туркова, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. Солистка Орловской филармонии стала лауреатом Всероссийской премии «Будем жить». Награждение состоится в воскресенье 4 февраля в Государственном Кремлевском дворце во Всемирный день борьбы против рака. Напомним, Наталья Куприянова является организатором межрегионального благотворительного концерта «Музыка добрых сердец». 15 февраля фестиваль пройдет в Орле уже в шестой раз. Очень много новых исполнителей. 167 заявок на данный момент пришлось долго очень обрабатывать, искать. И, конечно, мы хотели новых кого-то привлечь, потому что есть люди, которым мы просто не могли отказать, которые уже ежегодно принимают участие. Это из города Скопино Лизанской области будет Алексей Фадиев. Управление Роспотребнадзора инициировало открытие мемориальной доски в память о Людмиле Николаевне Жигуновой. Она заслуженный врач РСФСР, главный санитарный врач в регионе в период с 1961 по 1986 годы. Всю свою жизнь Людмила Жигунова посвятила медицине, следила за эпидемиологической ситуацией на Орловщине. Год назад она ушла из нашей жизни. Это был уникальный человек. Ее вклад не оценил. При ней были построены, при ее руководстве были построены целый ряд типовых зданий в районах области. Были созданы межрайонные лаборатории. То есть интенсивно развивалась лабораторная база. Мемориальная доска с ее фотографией будет висеть на фасаде здания Орловской станции переливания крови. С новостями спорта вас подробно познакомит мой коллега Андрей Деркач. Здравствуйте. Бой в родных стенах. Орловский бриллиант Владислав Туйнов выступит на домашней арене. Наш чемпион в главном бою вечера встретится с японским соперником. Команда Туйнова на заре нового 2018 года подписала два профессиональных контракта с именитыми промоушенами ACB и Glory. Вот так как раз таки в рамках вечера бокса компании ACB назначенного на 23 марта в Орле появится взошедшая звезда кикбоксинга. Это пропаганда спорта. Это напоминание, что есть у нас звезды мирового уровня в Орле местные. Это красивое бойцовское шоу, чего все равно не хватает не только в Орле и в России. Боксировать дома это очень большая возможность, очень большой плюс. Не тратить силы на поездку, на дорогу полностью. Согнал вес, сделал его и вышел боксировать. Это очень круто и поэтому мы были согласны. Потом начались поиски соперников, подписание контракта. Все это занимало время и вот наконец-то мы пришли к какому-то общему решению. Среди претендентов на дуэль с бриллиантом был российский и украинский боксеры. Но команда Тойнова предпочла в который раз международное спортивное противостояние. Японцу Юхирона 34. Наставник Орла, разбирая соперника, отметил, что у него есть большое желание подраться в ринге. Он левша, то есть он не такой скоростной, он долговязый, но высокий, как скажем, напористый. Держит удары, пропускает и идет, но я думаю, что он еще не пропускал лада удары. Мы его грамотно разберем, подберем у него правильные ключики и будем разбирать уже непосредственно в ринге. Предстоящая встреча уже приковывает внимание стремительно растущей армии болельщиков спортсмена. Бриллиант уверен в абсолютной поддержке трибун Грин-центра и ожидает аншлага 23 марта. Орловский легковес, экс-чемпион мира Эдуард Трояновский преподал уроки бокса ливенцам. Известный спортсмен поделился секретами мастерства. Те, кто следят за карьерой нашего земляка, знают, Эдуард сделал себя сам. Еще будучи подростком, Трояновский пропадал в спортзалах. На своем опыте он знает, как важна тренировка. Профессионал также дал индивидуальные советы и раскрыл секреты собственных наработок. Очередной бой нашего спортсмена должен состояться уже летом. Имя нового оппонента в ринге пока остается неизвестным. Главная историческая сборная Орла ФК Орел ГУ приступила к тренировкам после зимних каникул. На данном этапе подопечные Валерия Ноздрина работают над функционалом. В следующей неделе еще нагрузочная, потом мы сбросим нагрузки и на 10 число предварительно у нас есть с Курским вангардом договоренность о товарищеской игре у них там в Курске. Сейчас бы все зависит как автобус. Мы найдем, не найдем. После контрольных игр официальный старт команды будет в Симферополе на очередном туре Национальной студенческой лиги, который пройдет с 20 по 22 марта. Это второй по значимости турнир, где задействована футбольная сборная региона. Здесь не только опытные, но и молодые ребята мы привлекли как тренировок с 2001 и 2001 года рождения. Поэтому у нас основной костяк, основа будет играть на КФК и по студенческой лиге. А уже молодежь будем подпускать и КФК, но и в большей степени будут играть на первенство области. Спортивный арбитражный суд оправдал орловскую бобс-листку Людмилу Удобкину. В том числе и еще 27 профессиональных спортсменов. Арбитражный суд КАС удовлетворил апелляцию российских олимпийцев пожизненно отстраненных Международной Олимпийской комиссией от участия в играх из-за допингового скандала на Олимпиаде в Сочи. Суд вынес положительный вердикт, усмотрев недостаточное количество фактов в деле, оправдав и восстановив результаты орловчанки Людмилы Удобкиной, а вместе с ней и других беспочвенно обвиненных российских бобс-листов. Все на лыжню. Под таким лозунгом уже вот в 36-й раз пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2018». Зимний праздник охватывает 72 региона страны от Владивостока до Калининграда. В свою очередь Орловщина к акции примкнет в 10-й раз. Самое главное нововведение то, что в этом году мы на лыжню соберемся не в воскресенье, а в субботу, поэтому я сразу всех любителей лыжного спорта и активного зимнего отдыха прошу заострить на это внимание. 10-го числа в 11 часов мы всех ждем в Медведевском лесу для того, чтобы приобщиться с самым массовым мероприятием, которое проходит зимой. В программе соревнований в Медведевском лесу определены следующие дистанции 1, 2, 5 и 10 километров. Способы регистрации в этом году не изменились. Мандатная комиссия у нас будет проходить по адресу Маринченко, 9-Б. Это городской спортивно-здоровительный центр на микрорайоне на третьем этаже. С 5-го по 8-го с 10-ти до 18-ти с медицинской исправкой и со страховкой коллективы у нас заявляются личники, подходят. На этом у меня все новости. Желаю вам хороших выходных. В эту субботу, 3-го февраля, в Орле отметят 75-ю годовщину Сталинградской битвы. В связи с массовыми мероприятиями в этот день до 5-ти часов вечера будет ограничено движение автотранспорта. Так, уже с 12-ти часов ночи нельзя будет припарковаться на площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора, на площадке от гостиницы Салют до площади Ленина от дома номер 28 по улице Максима Горького до площади Ленина. С 10-ти утра будет запрещено движение на площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы по улице Максима Горького от улицы Брестская до площади Ленина. На этом все. Интересными событиями делитесь с нами по телефону 76-10-28, а также 508-088. И не забывайте следить за новостями на нашем сайте www.obl1.ru В студии был Ростислав Билок. Всего доброго. Покупка квартир компании ПАО «Орелстрой» стала еще более комфортной. Мы экономим ваше время и деньги на ремонте, предоставляя квартиры с новой, улучшенной отделкой. Вам остается только завести мебель. Звоните 63-30-42. С добавкой здравурни «Сушка» куры несутся зимой как летом. Выбор, который расширит твои возможности, умножит достижения, сделает тебя лучше. Реком. Компания, с которой ты можешь больше. Интернет, телевидение, телефония. Звони 498-300. Заходи. реком.нет Здравствуйте. Прогноз погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. На дорогах и тротуарах слякоть, за окном копель. Осадки будут напоминать больше дождь, чем снег. Через несколько секунд расскажу подробные сводки. Генеральный партнер программы «Суперпицца». Низкие цены, высокое качество, быстрая доставка, разнообразное меню. Здесь делают пиццу уже 15 лет. Телефон доставки 437-437. И к подробному прогнозу. В Амцинский днем пасмурный снег с дождем плюс 2 градуса, ночью 0. В Ливнах пасмурно, небольшой снег с дождем, днем плюс 2, ночью 0. В Болхове пасмурно, небольшой снег с дождем, температуры днем плюс 2, 0 ночью. В Орле плюс 2, пасмурно, снег с дождем, ночью плюс 1, ветер юго-восточный 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Это был прогноз на субботу, а мы всегда с вами на Первом областном. Одежда ведущей предоставлена салоном свадебной и вечерней моды СВ. В СВ помогут составить ваш блистательный образ на любое торжество. ЦУМ, новый корпус, третий этаж. Торговый дом «Солнышко». Пополнение коллекции тюля и портерных тканей. Снижена цена до 200 видов тканей. Переулок Почтовый, 8. Магазин «Маленькое счастье». Рай для новорожденных. Большой ассортимент для ваших малышей подарит им тепло и комфорт. Улица Раздольная, 84-Б. Брянский флебологический центр. Специализированное медицинское учреждение по проблемам заболевания вен. Хорошо вам отдохнуть в эту субботу. Увидимся. 437-437 или онлайн суперпицца-плюс.рф Низкие цены, высокое качество, быстрая доставка, разнообразное меню. Мы делаем пиццу уже 15 лет и мы делаем ее на 100% отлично. Эксклюзивный представитель свадебной и вечерней моды в Орле. Салон СВ. СУМ, третий этаж. «Солнышко» предлагает своим покупателям новые коллекции. Услуги дизайнера пошив штор на заказ. Доступные цены. Работает зал распродаж. Переулок Почтовый 8. Магазин «Маленькое счастье» рай для новорожденных. Большой ассортимент для ваших малышей подарит им тепло и комфорт. Специальное предложение при покупке кроватки, комода, коляски на выбор из двух вещей матрас в подарок. Наш сайт кроватки.дефиз.орел.ру или ждем вас на раздольной 84Б. Брянский флебологический центр специализированное медицинское учреждение по проблемам заболевания вен. Вы страдаете варикозом? Беспокоят сосудистые звездочки? Тяжесть в ногах? Обратитесь к флебологу. Верните здоровье и красоту ваших ног. Телефон в Брянске 30 0 2 87 тем.